Очередной митинг под Нацбанком нардепа Вадима Рабиновича ознаменовался скандалом. Повысить оплату труда митингующим предложил украинский блогер Александр Барабошко. Об этом он заявил прямо с трибуны. Дескать, за людей обидно. Как это было, посмотрите. Цены выросли, на продукты выросли, на бензин выросли. А нам больше не платят. Даже вы, которые находитесь здесь, понимаете, что раньше платили 100 гривен и сейчас платят 100 гривен. Как было раньше, так платят и сейчас. Раньше только это было 10 долларов, а сейчас это 4 доллара. То есть вы стоите здесь за 4 доллара. Это обращение одного из блогеров Александра Барабошко к митингующим под НБУ, которых собрал нардеп Вадим Рабинович. Барабошко даже посоветовал участникам этой акции, псевдовкладчикам, кричать поактивнее, чтобы им платили больше. Господин Рабинович, мы за вас. Мы требуем достойную оплату. Но платите нам хорошо, и мы будем хорошо за вас кричать. Толпа встретила речь блогера овациями. Поддержите меня? Да. Спасибо. Подобные акции Вадим Рабинович проводит уже больше двух недель. Уверяет, приходит шеститысячная толпа. А на деле собираются не больше 500 от силы. По словам Рабиновича, на акции собираются обиженные вкладчики лопнувших банков, чтобы добиться отставки главы НБУ. Съемочная группа Интера провела собственное расследование. Мы рассказали и показали наглядно, кто стоит на таких сборищах. И выяснили, сколько стоят акции депутата Рабиновича. Цена одного часа стояния под НБУ 100 гривен. За три часа, соответственно, 300. Более того, группе наших корреспондентов удалось связаться с организатором такой массовки. В частном разговоре он озвучил прайс-лист. Оказалось, что, чтобы заказать на митинг тысячи человек, нужно выложить из своего кармана или из кармана спонсора миллион гривен. Итого, простая арифметика. Если, как утверждает нардеп, на его акции приходят 6 тысяч недовольных и стоят хотя бы три часа, то неделя у НБУ обходится в 12,5 миллиона гривен. А протестуют псевдовкладчики уже более двух недель. Сумма выходит под 25 миллионов. Продолжение следует...